Генеральный директор Генеральный спонсор программы – компания Leverage Investments, лидер рынка недвижимости Северного Кипра. Генеральный спонсор программы – компания Leverage Investments, лидер рынка. Генеральный спонсор программы – компания Leverage Investments, лидер рынка недвижимости Северного Кипра. Но Галина, будучи опытным пациентом, я пыталась найти правильное слово. Галина – журналист, писатель, поэтому ее мнение для меня очень важно, так же, как и мнение Александра, потому что Александр – врач, семейный врач, любимый врач, к которому мы всегда обращаемся за каким-то советом. Галина – продолжим. Галина – продолжим тогда вот эту тему, что и в какой степени надо рассказывать пациенту. Галина – пациенты-то тоже бывают разные. Галина – кто-то просто ведь не поймет. Галина – нет у него вот необходимого уровня, допустим, знаний. Галина – значит, надо объяснить так, чтобы понял. Галина – либо надо объяснять то, чтобы понял, значит, упростить вот эту схему, да, каким-то образом. Галина – слушайте, есть пациент, мы берем разных людей, есть пациент с его умственным или там уровнем развития. Галина – потенциал, да. Галина – я согласна его уровнем. Галина – а вы думаете, а как ко мне приходит, я начинаю рассказывать. Галина – послушайте, если вы будете делать вот это, вот это, пошагово рассказывать, если вы будете это делать на протяжении трех месяцев, Если вы будете выполнять мои рекомендации в каждый день, у вас будут происходить вот такие-то, такие-то изменения. В самом начале вы не почувствуете эти изменения, не переживаете, и начинаешь рассказывать пошагово. Это и называется заинтересованность. Но вы поймите, перед операцией пациент должен чувствовать себя уверенно. Почему? Потому что он должен знать, что с ним будет происходить, и он должен понимать, что врач, который в данной ситуации его оперирует, он желает ему добро. А человек, который равнодушный, приходит ко мне и говорит, знаете, сегодня будем оперировать. А что будем оперировать? Там разберемся. Скроем, а там посмотрим. То, простите, этот врач, у меня лично вызвал бы очень сомнение. Да подожди, что ты будешь разбираться? Давай сейчас разберемся на берегу. Да даже если не так, он просто может сказать, что операция плановая у тебя, все там у тебя будет в порядке, но что именно будет в порядке, и как это все будет происходить? Никто ведь не торопится рассказывать. Нет, нет, это неправильно, это неправильный подход. Ну это просто, наверное, непрофессионализм. А вы знаете, у нас это мы учили, вы поймите, что институты все разные. Некоторые, я не знаю, как преподают, допустим, в Англии, я не знаю их специфику. Но у нас преподавали по поводу того, что ты должен человека подготовить, объяснить, рассказать. Вам объясняли эстетику? Как это правильно? Этику, да. Этику, да. Вам преподавали этику, наверное. Нет, я полностью согласна, потому что я... Медицинская этика называется диантологией. Любой пациент, допустим, как правильно это сказать? Естественно, я тоже бывала у врачей. И я также сталкивалась с настолько хорошими врачами здесь, на Северном Кипре. Да? Да, есть. Потом расскажете. Нет, не то, что они какие-то... Действительно, здесь есть очень хорошие врачи, с которыми, во-первых, даже о жизни они пытались что-то говорить. О чем должно быть комфортно? Да, ты приходишь к врачу, и врач тебе говорит вот это, вот это, вот это. Да. Ну, наверное, здесь именно вопрос состоит в этике, в профессионализме, вот в таких моментах. А если они не профессиональные? Я все пытаюсь закончить свою мысль, потому что у меня крутится вот по поводу того, как... Что рассказывает пациенту и насколько углубленно, крутится вот такой пример. Вот есть версия смерти Евстигнеева, да? О том, что ему вот в Лондоне перед операцией на сердце, ну, конечно, и состояние там сложное, и все, но все-таки его как-то готовили, его как-то старались убрать, вот этот весь негатив. Но поскольку они там уж очень все досконально рассказывают, да? Не смягчая, видимо... Опять же, это зависит от врача. Да, да. Не важно где. Так вот, дело в том, что они ему настолько все объяснили, это все подробно и досконально, а это артист. Он настолько привык вживаться в ролик, он настолько привык воображать всю ситуацию, все, что происходит. Он очень живо вообразил, как это будет. Вот как это через несколько часов, так он и через 4 часа в ролик. Можно рассказать, послушайте, можно рассказать информацию. Вот пределы тоже не должны быть. Мы будем тебе делать, там, подшивать такое-то, удалять такое-то, это делается для того, чтобы был такой-то, такой-то результат. А можно сказать, мы тебе проведем скальпелем, там будет много крови, не переживай. Потом мы эту кровь будем вытирать, потом мы дальше будем разрезать. Вы поймите, что так никто не рассказывает. Нет, ну так-то никто не рассказывает. А по поводу операции на сердце. Дело в том, что я не знаю, как делали операцию в стигневе. Я думаю, что мало кто знает. Ее и не делали. Он до нее, получается, что они должны. Я не знаю, как это все происходило. Насколько можно верить тем или другим информациям по поводу того, от чего он умер, либо вжился он в роль, либо не вжился в роль, я не знаю на самом деле. И говорить по поводу того, что это произошло из-за того, что ему рассказали, что будет делаться, или не из-за этого, знаете, очень сложно. Я думаю, что врач, мы все проходили, опять же, так же, как и те же адвокаты проходят психологию, и врачи проходят психологию, и мы должны разбираться немножко в людях. У меня, отсюда у меня с Кирини, женщина была, ну ей вообще ничего нельзя было рассказывать просто. Паника. У нее настолько, ну это уже психологические проблемы, ей настолько сложно, ей сегодня скажи, что у тебя, возможно, завтра будет обычный там, не знаю, прищ выскочил, она в оморок упадет, и все. Есть и такие люди, вот таким людям просто надо сглаживать всю информацию настолько, насколько это получается. Это и называется принцип геонтологии, то есть мы выбираем путь. А опять же, то, что мы возвращаемся, опять же, это ответственность. Если врач отвечает за те слова, которые он говорит, хорошо, вот можно брать примеры того же доктора Хауса, извините, у нас очень многие врачи стали вести себя, как доктор Хаус, стали быть таким же быдлом, таким же хамлом, и почему-то это стало модным, потому что доктор Хаус это имел на это право, вот в кино, да, в сериале. Так не надо вот всем становиться доктором Хаусом, да, надо быть и Амосовым, который по 8 часов проводил операции и спал в операционных. Ну, простите, который потом приезжал к своим пациентам домой и высматривал их. Ну, не надо брать плохие примеры, не надо в своей жизни участвовать. Вот есть у вас такой врач, вот есть таким примером, ну, окей, это плохой врач, или вам этот врач не помог, или этот врач, ну, не ходите к нему, все просто. На самом деле, сами для себя решите, кому вам ходить. Нет, ну, на самом деле это правильно, ну, по крайней мере, мне так кажется, что это правильно то, что вы говорите, потому что иногда, допустим, человек начинает лечить зубы или заниматься эстетикой лица, ну, что угодно. И ты уже начал ходить к этому врачу, и ты уже не можешь бросить, и ты уже не можешь бросить, тебе приходится туда идти. Знаете, я разговариваю с людьми, вот с такими же специалистами, я в коридоре могу вам сказать, к этому человеку стоит идти или не стоит идти. Вы можете как профессиональный. Вы, послушайте, а вы профессионал тот, который вы получаете услугу, вы не забывайте о том, что врач, он предоставляет вам услугу, и относитесь к этому, как к услуге. Вы понимаете, вы должны прийти, и вы должны на сегодняшний день право иметь выбора. Но мне, насколько рассказывали здесь местные врачи, по поводу того, что здесь был, там много лет назад, был прецедент с русским врачом, который относился к своей специализации, относился к добросовестному, и постепенно-постепенно к нему стали ходить по его специальности практически все пациенты. Я даже знаю, о ком вы говорите. Местные врачи, местные врачи обиделись на этого врача. Да, и его выслали. Ну, его не вызвали, его начали выживать. Его выжили, да. Начали его отсюда выживать. Так вот, простите, почему я, если сегодня прохожу аккредитацию, прохожу лицензирование как врача, почему я на сегодняшний день имею меньше прав, чем тот врач, который... Получается, я должен быть, как и все, таким же хамгом, таким же быдловатым, таким же непрофессионалом, таким же, ну, таким же, знаете, которому все... Это мы и показываем, чтобы видели люди, что есть у нас наши врачи, которым можно прийти, во-первых, объяснить на своем родном языке, потому что вы согласитесь, что здесь, ну, сколько процентов человек знают английский или турецкий, не могут объяснить. И всегда даже знающий английский язык могут в доскональности объяснить свои ощущения. Вот именно. Всегда проще рассказать на своем родном языке, правильно? Ну, ко мне вот приходят на сегодняшний день, до тех, пока я прохожу легализацию своих документов, и хотя больница мне в некоторых вопросах доверяет и дает мне возможность работать, в любом случае я не беру на себя определенный... Я всегда рекомендую того или другого врача, потому что я его знаю, но предварительно я ему звоню, ко мне приходит какой-то человек, у него такие-то, такие-то проблемы, пожалуйста, сделай то-то и то-то и то-то. Все, заканчивается, человек приходит, и я начинаю прозвать. Ты был или ты была у такого-то врача? Да, был. Тебе назначили, тот назначили. Хорошо, прозвони мне там завтра, послезавтра я хочу видеть. То есть я все равно продолжаю вести этого человека, даже если я его отправляю к зубному, даже если я его отправлю к гинекологу, я не гинеколог, да, но я все равно продолжаю вести этого человека. Я продолжаю заниматься, я продолжаю исследовать вопрос, который я заинтересован в том, даже если это не мой вопрос. Потому что вы семейный врач. Да, вот это, наверное, специфика и, наверное, я выбрал для себя вот эту область, потому что мне нравится заниматься оздоровлением людей, мне нравится видеть здоровых людей. Для меня это очень важно. Очень важно даже не сколько ты его назначаешь лекарств, но сколько он себя будет чувствовать лучше потом. Вот это потом, меня больше интересует слово потом. Ну это вот и есть ваш профессионализм и ваша ответственность, правильно? Которых кому-то не хватает. Вы поймите, вот есть те люди, которые ремонтируют машины, есть те, кто ремонтируют хорошо, есть те, кто ремонтируют плохо. И тот профессионал, и тот профессионал. Ой нет, я бы не назвала плохого мастера профессионалом. Вот здесь вот грань проходит. Слово профессионал это его профессия. Нет, нет, профессионализм это немножко другое. Я считаю, что для врача профессионализм это, знаете, все в комплексе. Кто может это оценить? Это не только больной. Да, а кому он может это объяснить? Вы можете только это сами себе оценить. Ну и слава богу, а врачи для чего работают? Врачи для больных или больные для врача? Вот есть некоторые врачи, для которых больные для врача. Да, а есть другие. У меня сейчас еще... Знаю такого СТОшника, который разбрасывал гвозди перед своей дорогой, чтобы к нему заезжали ремонтировать машины. Я тоже, кстати, про это слышала, да. Но это не значит стоять, дайте, так под ножку ставить, там людям, о, ногу сломал, дико мне. Это, по-моему, почти Пао Генри, да, которые там тоже разбрасывали гвозди. Да. Вот, и я как раз вот еще хочу пример привести, когда врач показывает свою суть не в том, что он вот с вами, как он вас лечит, а совершенно как-то вот с краешку. Как вы сказали, что уже начал лечиться, и попробуй потом распознай. Хороший он, нехороший, будешь продолжать, да. А вот, смотрите, совсем недавно, вот тут были сильные дожди, вот это все, да, такая плохая погода. Вот. Мне было назначено время, я пришла. Благо, так недалеко, все как-то, да. А кто-то позвонил и предупредил, что не сможет прийти. И вот врач стоит и говорит, вот интересно, я пришла, а она не может. Так это твоя работа, поэтому ты пришла. У нас учителя так вели, я пришла, а вы не пришли. Вот это то, что вы думаете, мне лучше, чем вам? Вот, вот. И здесь такое же отношение. Вы знаете, настолько показательный пример. Ты скажи спасибо, что больной тебе позвонил и предупредил. Правильно? Вот. Вежливый и воспитанный человек, в конце концов. Больной может не прийти, а вот ты, это твоя работа, ты придешь и будешь работать. Ну, вот показательный ведь пример. Ну, вот сразу ведь видно уже становится. И уже идти не хочется к этому человеку. Ну, послушайте, если бы у вас точно такой же вопрос, вы привезли бы в банке. И банкир, банкир, с которым у вас есть назначенный фрил, он бы просто не пришел бы на работу. Вы приехали. Это немного другие вещи. Нет, это отношения. Вы поймите, это человеческий факт. Конечно, человеческий. Но для врача, для врача это возмутительно. То, что банкира плюнул, пришел в другой раз. А такое поведение врача, оно возмутительно. Пусть это невоспитанность, пусть это хамство, пусть это неправильное понимание своей жизненной позиции, все что угодно. Вы знаете, почем определяет на сегодняшний день уровень государственности? Насколько государство, будем так говорить, имеет хороший статус? Знаете, почем определяет? Ну, я знаю, по многим вопросам. По многим вопросам. А один из вопросов, который у них возникает, это количество больных. Совершенно верно. Один из вопросов. Там финансовое, там социальное, там это. Так вот, мне очень нравится, как отбор врачей происходит в Японии. Мне очень нравится, как отбор врачей происходит в Корее. Мне очень нравится, как отбор врачей происходит в Израиле. Мне очень нравится, как вопрос врачей или как врач сам отбирается в Канаде. Вы простите, имея диплом, это не значит, что ты будешь врачом. Далеко это не значит. Имея диплом, ты, извини меня, к тебе еще будут 50 раз присматриваться. Почему? Потому что существует страховая медицина, а любая страховая компания никак не заинтересована платить деньги. Любая страховая компания заинтересована в том, чтобы эти деньги были сэкономлены. Любая страховая компания хочет видеть, чтобы человек, придя с гайморитом, больше не приходил с этим диагнозом к врачу и сказал, что, знаете, мне это помогло, то, что мне назначено было. А не просто мне пробили, выдавили гной и все. Вы поймите, это результативность. Врач должен работать на результат. Это очень важно понимать. Нет результата, за этот нет результата, вот за эту фразу, когда нет результата. Врач должен нести ответственность. Даже если это только заболевание, где мы не ждем результата. Она существует на самом деле. Но она вообще существует, какая-то ответственность здесь? Должна быть. Она в том-то и дело. А здесь на Кипре вы имеете? Мы с этим и с вами. Нигде не слышал. Вообще нигде не слышал такого. Она все равно где-то как-то. То есть на врача вы можете пойти пожаловаться в Минздрав, например. Дайте координаты. Никто из людей, даже живущих здесь местно, они не знают даже, куда идти жаловаться. Где Министерство здравоохранения? Нет, они знают Министерство здравоохранения, они не знают, кому идти жаловаться. Так там их всего, Господи. Найти не трудно. Я думаю, что это будет безрезультативно. Результат это все равно не будет. Просто есть куда, но незачем. Все понимают прекрасно, что нет смысла ехать, не тратить деньги на бензин, ехать в Министерство. Или написать письмо в Министерство, привезти определенный довод. Нет смысла, потому что будет безрезультативно. Хотя они вам там посочувствуют, между прочим, и скажут. Я не знаю. Нет, ну мне приходилось тоже с этим сталкиваться. Они очень доброжелательные. Да, мы, Олесь, с вами тоже были вместе даже по одному вопросу. Да? Да. Вот. И они очень доброжелательные. Они прям делают вид, что их так интересует ваше состояние здоровья. Все улыбаются, все хорошо, но за вашей спиной ровно ничего не происходит. И ситуация повторяется. Ну, а это мы возвращаемся опять к тому же вопросу. Если нет результата, то извините. Ну, если бы это касалось бы меня, ну, с моим характером, так как я учился, мне когда нужно было, когда у нас был преподаватель, простите, который у нас полгода рассказывал анекдоты на лекции, я сделал, я пошел в ректориат и просто-напросто сказал, чтобы нам поменяли преподавателя. Я настырный. Если у меня что-то не получается, простите, с министерством здравоохранения, я, простите, но я напишу письмо президенту. Это мой характер. Ну, настаивайте вы на своих правах, ну, сколько можно. Не чувствуйте себя вот на сегодняшний день, не знаю, как марионетками в чьих-то руках. Вы пользуетесь услугой. На сегодняшний день вам не оказали должную услугу. Вы за нее даже заплатили деньги, вам ее все равно не оказали. Неважно, заплатили, не заплатили. К вам отнеслись плохо. Это касается полиции. Это касается всего. Всего абсолютно. Я согласна с вами совершенно. Я как раз тоже из таких, которые везде ходят и жалуются, и на своем стараются настаивать. И я здесь живу достаточно много лет. Вот я вам скажу, с чем я сталкиваюсь при всем при этом. То есть все улыбаются, все согласны, и никто ничего не делает. Понимаете? Такое вот ощущение, что... Ну, насчет никто ничего не делает, я бы, опять же, слово «никто» я никогда не говорил. Нет, а вы знаете как? Ну, хорошо, пусть никто, но результата опять же нет. Дорогие друзья, наше время подошло к концу. Я знаете, что хотела еще какой вопрос это уточнить? У меня, например, нет информации о том, заключают ли здесь кто-нибудь договоры об оказании медицинских услуг. Мне кажется, шире... Только организации. Только организации с какой-то конкретной клиникой. Вот, вот, вот. Дело в том, что на Северном Кипре нету такой должности семейный врач как таковой. И я думаю, что в любом случае, рано или поздно они с этим столкнутся, и в любом случае будет договор между конкретной семьей и конкретным врачом. Это с семьей, а каждый отдельный пациент может прийти в стоматологическую клинику, заключить договор. Вот они и заключают договор. Думаю, что нет. В эстетической медицине в клинику прийти, и опять никто с ним не будет заключать договор. Ответственности никто не несет. Объем услуг, которые ему должны оказать, никто нигде не оговаривает. Ну, простите, мы сегодня имеем то, что мы имеем, и довольствуемся тем, что у нас сегодня есть. Я о чем хочу сказать, что надо просто, чтобы все люди внимательнее относились к своему здоровью, прислушивались, понимаете, и действительно выбирали врачей. Знаете, где лечатся местные? В Турции. Ну, о чем мы с вами говорим? В Турции. Все? Дорогие друзья, наше время подошло к концу. Поэтому мы на хорошей ноте закончили, да? Давайте закончим на какой-нибудь более позитивной ноте. Если нам этот хвост... Все зависит от профессионализма человека. Конечно, в любой профессии. В любой профессии. Мы сегодня говорим о медицине. У нас великолепный врач, семейный доктор Александр Дубровский. Мы его любим. Мы вас тоже. Приглашаем на передачу. Не знаю, сколько он мне сегодня заплатил. Спасибо вам, что вы были. Галина, спасибо вам, что вы тоже высказали свое мнение. С вами была программа «Объектив», и я ее ведущая Олеся Ларина. Увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Генеральный спонсор программы – компания «Leverage Investments» – лидер рынка недвижимости Северного Кипра. Субтитры подогнал «Симон» Генеральный спонсор программы – компания «Симон» «Leverage Investments» – лидер рынка недвижимости Северного Кипра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у меня в гостях люди, которых я очень люблю, которых я всегда с удовольствием приглашаю на свою программу. Это журналист, писатель Галина Райхерт и семейный доктор Александр Дубровский. Приветствую вас в студии, дорогие мои друзья. Тема нашей сегодняшней программы будет «Врач и пациент. Союз или противостояние». Галина выступит в качестве пациента, Александра выступит в качестве, естественно, доктора. Мне хотелось бы поговорить о том, что действительно волнует очень многих людей на Северном Кипре, да вообще, в принципе, во всем мире. Врач и пациент должны дружить или спорить? К кому сначала обратиться? Галина, давайте я начну, наверное, с вас. Давайте, Олесь. Я не могу сказать, что я настолько опытный пациент и посещала очень многих врачей на Северном Кипре, но кое-какой опыт имею. А потом, что, почему мне эта тема кажется нужной и актуальной, это потому, что в России мне пришлось поработать адвокатом довольно долгое время. Я защитила полторы тысячи человек, а заповедь адвоката, так же, как и врача, не навреди. Не навреди. И особенности общения адвоката и врача с пациентами, клиентами, подзащитными, имеют, конечно, и свои особенности, но имеют и много общего. Но заповедь вот одна и та же. И вот, знаете, сложности некоторые существуют, но не только здесь, конечно, не только с местными врачами или там с русскими врачами. Я думаю, что те же проблемы имеют место и в России тоже. И может, действительно, как вот Александр заметил до программы, что и во всем мире те же самые проблемы. А проблемы эти в общении врача и пациента. То есть, насколько врач, конечно, имеет достаточный опыт и профессионализм для того, чтобы установить с пациентом контакт. И вот здесь, в этом отношении, я заметила, что местные врачи не привыкли разговаривать со своими пациентами, не считают нужным ему что-то подробно объяснять. И, в общем-то, никто и не настаивает на этом особенно. Вот. Но наши пациенты, они, как правило, более активные, да, то есть более информированные. И поэтому существует вот такая проблема, значит, я бы так ее обозначила. Кто для кого? Вот врач для пациентов или пациенты для врача? Хотелось бы обратиться к нашему доктору сильнейшему. Называется, кто главнее, врач или пациент в данной ситуации? Нет, не совсем так. Я понял, я прекрасно понимаю, о чем идет речь. И здесь, вот вы называете врачей как профессионалов, и здесь, конечно, очень большая разница. Есть множество массовых, я беру любую профессию. Есть люди, которые занимаются любой профессией, но при этой профессии есть люди, которые в ней разбираются, а есть люди, которые в ней не разбираются. И такое, к сожалению, случается сплошь и рядом в любой отрасли. Но главная задача здесь просто понимать о том, если пациент приходит, он приходит за каким-то конкретным вопросом. И он на этот конкретный вопрос должен получить конкретный ответ. Должен получить. Обязательно. И есть такое правило в диантологии написано по поводу того, что это каждый специалист, я не знаю, где какие институты заканчивал, но, по крайней мере, у нас учили так, что если пациент приходит, у него должно остаться в голове меньше вопросов, чем он пришел до вас. А если у него возникает вопросов намного больше после того, как он от вас выходит, то, простите, зачем нужен такой врач? Вот вам, в принципе, достаточно короткий ответ. То есть врач должен полноценно объяснить начало возникновения, этиологию заболевания, как возникло заболевание, почему оно возникло, что сделать для того, чтобы это заболевание не повторялось. То есть его задача научить человека не быть больным. Имеет место такой вопрос, идите к другому врачу, открывайте свой кабинет и так далее. Может так сказать врач? Врач имеет право, наверное, все сказать, вернее, может сказать все. Нет, но как человек он может, конечно, такое сказать, но... Согласно, опять же, врачебной этике, он не имеет права этого, если мы говорим об этике. И врач должен уделять определенное внимание. Я могу немножко вкратце объяснить, почему такие вопросы вообще возникли. Потому что из-за определенных нелепых, ленивых врачей, которые не хотят ничего объяснять, не хотят ни с чем делиться, типа это какая-то, мол, наверное, сверхсекретная информация, быть здоровым, как быть здоровым, что вам надо 5 километров в день проходить, а не лежать дома на диване. Ну, такая секретная информация. Ну, я не знаю, как это происходит, но идея, которая существует у таких ленивых врачей, это для того, чтобы к нему этот же пациент обратился еще раз. То есть коммерческая. Совершенно верно. Материальная заинтересованность, она, конечно, имеет место быть, врачи тоже люди, материальный интерес тоже должен быть у них, но что-то должно стоять на первом месте. Простите, но в клятве Гиппократа как раз это и является разносортностью. Есть врачи, которые работают из-за финансов и только на этом. Из-за. Из-за финансов. Из-за того, что можно на этом заработать. Конечно. Есть, которые работают из-за деньги, но тем не менее не это привалило. У них вообще не играет основную роль финансовая какая-то выгода. У них есть интерес, азарт вылечить человека, особенно, знаете, вот врача, наверное, разделяет. Есть человек, у которого есть азарт, а есть у человека, у которого нет вот этого азарта, врачебного азарта. Вот вылечить то, что не смог другой врач вылечить, это всегда очень интересно. Но это ведь и есть, по сути дела, невысокий профессионализм. Это, скорее всего, не профессионализм, это, скорее всего, человечности. Вы поймите, что этот же человек работал бы с лесарем, он бы к своей работе относился бы точно так же. Вот и я о чем говорю. Если бы он паял кастрюли или табуретки сколачивал, понимаете, можно было бы ради бога. Меньше заметно было бы. И незаметно было бы. Но врач-то имеет дело с кем-нибудь. Да, с людьми. С человеком. С человеком. Поэтому подход-то должен быть. Конечно, но у врача и риск больше, и ответственности больше. Согласен. Но вот здесь и заключилось в том, что врач перестал, во многих странах мира перестал нести ответственность. Вот понимаете, никто не спрашивает с врача за то, как он разговаривает с пациентами, как он ставит диагнозы, как он определяет, как он назначает, и какой у него на выхлопе, вот в конце, да, в априори, какой у него результат. Вылечил он этого человека или просто назначил пилюлей? Но к об этом же больной может в первую очередь судить. Он может судить. Вопрос куда? Вопрос никуда, потому что сейчас... Вот как раз, наверное, здесь мы подходим к доверию или к вере. Доверие. Ну вот смотрите, я, например, вот пришлось мне столкнуться лично, раз мы здесь решили не называть никаких имен, никаких там названий... Имен не называем, говорим просто... Вот, говорим в общем и целом, но я думаю, что сталкивались многие. Вот я столкнулась с тем, что вот когда стала возражать что-то врачу и настаивать на своем, и что-то мне объяснить, настаивая на то, что мне что-то объяснили, вот, мне было сказано буквально следующее. Раз не доверяете, идите к другому врачу. Значит, я тут опять какую параллель хочу провести? Тоже самую позицию занимают местные адвокаты. Может, оно тут не совсем по нашей теме, но раз вот эти профессии, вот они все-таки как-то сродни. То же самое говорят местные адвокаты, и это же говорят местные врачи. Причем, надо отметить такую деталь, пока он с тебя не получит хоть каких-нибудь денег, он тебе никогда этого не скажет. А когда что-то получил, значит, уже иди к другому врачу. И вот когда врачи ставят вопрос так, доверие и доверие, мне кажется, они даже не доверие имеют в виду. Потому что доверие на пустом... Вера или доверие. Вы согласитесь, что это еще не повод для доверия. Ну, никогда бумага не делала из человека человеком, простите. Да, и тем более врач это достаточно, я считаю, такая очень сложная, серьезная профессия, которая требует и особых человеческих качеств, если на то пошло. И если я вижу, например, ну я вот так отвлеченный приведу пример, если я вижу диетолога поперек себя шире, да, вот, десяти пудов, я как-то вот не смогу ему доверять, не будет во мне этого. Или офтальмолог в очках. Да, если офтальмолог, который вот настаивает на лазерной коррекции зрения, а сам всю жизнь носит очки, снимать их не собирается, это у меня тоже доверие не вызовет. И собственный свой пример, когда от расколотого зуба врач удалил половину, а половину оставил, это что, у меня должно вызвать большое доверие, что ли? Я считаю, что когда врачи к пациентам подходят вот с такими претензиями, дескать, ты мне вот пришел, значит, ты уже априори мне должен доверять. То здесь они вообще имеют в виду что-то другое, они имеют в виду веру, какую-то веру. То есть совершенно другое чувство и совершенно другое качество. Почему? Потому что есть такое у врачей выражение, мы не боги, да? И вот, да, ну есть такое, ну что они слышали, что ни разу, да? Мы не боги. В каких случаях они это говорят, когда что-то не получается, да? Значит, в остальных случаях они себя воспринимают. То есть таким образом я себя оправдываю? Да, да. А в остальных случаях, значит, мы должны не просто им доверять, мы должны им верить. Но когда вот посетишь одного, второго, третьего, вот так вот врача, как-то вообще вопрос не встает ни о вере, ни о доверии, а только как бы ноги унести. Понимаете? Вплоть до того. Галина, я прекрасно понимаю вашу боль и, наверное, вот эти разочарования, которые случаются. Но я хочу немножко попытаться для вас вот эту веру или доверие вот это немножко изменить. Все-таки не все такие врачи. И я вам могу точно сказать, просто... Когда мы идем, мы не знаем, куда мы идем. Да. И вот в этом мы стоим с заложниками. Почему, когда я, приходя, допустим, в кабинет к врачу, я чувствую себя как в самолете. Вот когда я захожу, уже прошел осмотр, знаете, захожу в самолет, и я вижу, что самолет, ну, не тот, который я хотел лететь. Все развалено, все грязное, все... И выйти я уже не могу, я заложник ситуации. Понимаете? Я выйти не могу, потому что меня запишут в черный список, и потому что я буду как конфликтный пассажир. И скажут, все, тогда убирайтесь, вы вообще в нашей компании летать не будете. Потому что я ведь конфликтую. И лететь я в этом самолете мне страшно. Понимаете? Не потому что, а потому что там пластик висит над моей головой. И непонятно какого года, и какого качества. Вот то же самое у врача. Я захожу к врачу, он мне ставит диагноз. К примеру, вот у меня такой-то, такой-то диагноз. Вот вчера я разговариваю с человеком. Он мне рассказывает свои результаты обследований. Я практически... Ну, понятно, что пациента надо видеть. Человек живет далеко, он мне по телефону вечером звонит. Вот Саша, такая-то проблема. Я по телефону уже четко понимал, что у человека происходит. Что... Я ему называю его диагноз, все. Он говорит, они меня отправили домой. Я говорю, не переживай, все равно тебя заберут. Потому что с такими болями... И на самом деле в 5 утра у него начинается приступ. Он вызывает опять скорую, едет, и мой диагноз подтвердился. Так вот, простите. Этот диагноз можно было поставить сразу. Если я по телефону, не видя пациента, а видя только результаты анализов, прекрасно обошелся. Хотя это неправильно. Но идея заключается в том, что некоторые люди вынуждены просто звонить по каким-то своим мелочным вопросам. Я где-то закашлялся, мой ребенок где-то кашляет. Где-то есть температура, у моего ребенка есть температура. Доктор, помогите. Так езжайте в больницу, езжайте, вот решайте вопросы. Он говорит, а я знаю, что мне там назначат. Я могу даже перечислить, я уже была там, я заплатила там, к примеру, 100, 200, 300 лир, мне назначили вот такое-то, такое-то, ничего не меняется. Я говорю, я прекрасно понимаю. Потому что нужно было сделать вот так, вот так, вот так, вот так. И очень много людей, кто стоят, знаете, когда он уходит от врача, у него остается намного больше вопросов, чем было до этого. До этого были только сопли, а теперь оказался бронхит, танзелит. Я не знаю, там, отит и стоматит еще вдобавок. Все наитовские заболевания он все получил в корне. И человек приходит, все, теперь пора ложиться в могилу. Потому что в принципе все. И врач, который не смог убедить человека в том, что послушай, завтра все будет хорошо, не переживай, что есть надежда. Давай мы с тобой сделаем вот это, вот это, вот это. Ты мне завтра позвони, и я у тебя узнаю, как у тебя дела. Если что-то, мы поменяем. Всегда должна быть взаимосвязь между пациентом и не только в кабинете. Вы поймите, мне звонят 24 часа в сутки. И нет ни одного человека, который бы мне сказал, что я трубку не взял. Такого не бывает. Мне звонят всегда, ночью звонят. Я всегда звоню. Держите меня в курсе, что с вами происходит. Какая температура, как вы себя ведете, как ведет ваш ребенок себя и так далее. Какое ваше питание, какой стул и так далее. Это правильно. Александр, вы позвоните, я как раз на эту тему хочу сказать, что я сама личный пример того, как Александр может помочь пациенту, то есть в данном случае мне, именно по телефону, именно никак не видя меня. Потому что у меня пару лет назад случилась серьезная травма. И поскольку я человек одинокий, особенно не разбегаешься по врачам, и мне пришлось звонить Александру. И он меня практически вылечил. Разрыв и разрыв связки, и перелом, и все его рекомендации я выполняла. Он все это вылечил вот так вот по телефону. Нет, на самом деле вот эта взаимосвязь. Вот это потому что отношение врача в первую очередь. Ваш пример был, будем так говорить, в идентичном случае. А я вам говорю, за то, что когда вы приходите в кабинет к врачу, он вам сказал, у вас, к примеру, там отит. Послушайте, я вам назначаю сегодня антибиотики, вот такие-то, такие-то. Но, пожалуйста, позвоните мне завтра утром. Человеку не обязательно ехать, допустим, в другой город на обследование к врачу. Вы мне позвоните, я заинтересован в том, чтобы мне сказали, послушайте, вы знаете, вы мне назначили препарат, мне стало лучше. Я тогда вздыхаю, говорю, значит, ну, все нормально. Ну, понятие по поводу того, что мы не боги, это правда. Потому что, на самом деле, какая реакция произойдет на тот или другой, или на третий препарат, я не знаю. И, на самом деле, в большинстве случаев своих заболевания и особенности индивидуальность организма ведет себя абсолютно по-разному. Александр, мы сейчас говорим немножечко, вы все правильно сказали, но мы говорим о том, что иногда врачи просто говорят, что идите, вы нам не верите, открывайте свой кабинет. Да. Идите к другому врачу. Мы говорим о том, что, ну, не всегда, не всегда есть. Говорить нельзя, вот поэтому надо уходить от этого врача. Надо уходить. А еще повесить табличку на этом кабинете, сказать, этот врач отправляет все время других пациентов к другим врачам. Вот, в принципе, об этом речь. И писать об этих врачах, что этот врач не выполняет свою функцию, не способен выполнять свою функцию. Но, вы простите, на сегодняшний день этот же врач, он сегодня имеет, сейчас мы говорим конкретно за Кипр, да, за Северный Кипр, он здесь имеет намного больше прав, чем пациент. И жаловаться, вот на сегодняшний день вы русскоязычный человек, куда вы пойдете жаловаться на того или другого врача, который принимает не в больнице, который принимает в частном кабинете. Насколько он официальный, насколько он неофициальный, мы не разбираемся в этом. То есть мы не понимаем в этих сертификатах, нужны или не нужны. Ну, он, допустим, официальный. Но я не знаю, куда мне сегодня прийти и пожаловаться на того или другого врача. И врач, я должен быть знать, что если я пожаловался на этого врача, я должен предполагать о том, что этот врач понесет какую-то ответственность. До тех пор, пока врач не несет ответственности, не будет никогда порядка. Ну, этого же сейчас и в России очень трудно добиться, чтобы нерадивого врача, как-то вот там мы не иностранцы, там мы не чужие, но тем не менее, пойдем и жалуйся там на своего участкового врача или специалиста районной поликлиники, замучаешься ходить. Понимаете? И сложно, ну ладно, есть варианты. Когда-то можно ходить, обходить этих врачей и искать, а кто же, где же мой врач, с которым я смогу поговорить, который мне действительно адекватное лечение какое-то назначил. Пока я его найду, это можно, знаете, не всегда такая возможность. Вот именно поэтому в интернете рассказывают, как вам лечиться. И вы берете рецепты, берете таблички, говорят, вы знаете, моя бабушка лечилась, вот от этого и произошло все. А они тебе говорят, иди к бабушке. Да, все правильно. Потому что вот именно поэтому люди вынуждены были заниматься самообразованием, читать про свои болячки, читать про своих детей. Они вынуждены сами обучаться. Я что хотела сказать. Вот информированность пациента, она врачей раздражает. По-моему, больше всего. Если ты пришел, ты такой весь умный, что-то пришел сюда. Но дело в том, что информированный сейчас очень многие. Интернет, слава богу, нам такую возможность дает. Хотя и раньше, в доинтернетную эпоху, да, существовали большая медицинская энциклопедия, справочники практикующего врача. Сложнее, все равно было сложнее. Но надо было усилия такие серьезные, все это найти, вчитаться и понять. И информированность, это все-таки не знание. Да. Не знание. Информированность, это вот, я сейчас восприняла информацию, а для того, чтобы я получила знание, это, значит, мне надо где-то еще какие-то основы приобрести. Но здесь другая крайность. Иначе я не схвачу вот эту вот верхушку, я ничего этим не добьюсь. Но врачи, даже не различая, где там, может, больной такой дотошный, может быть, у него основы какие-то есть, может, какое-то образование у него даже есть, да. И что он может разбираться здесь. В своей болячке он может разбираться лучше, да, в конце концов. Должен. Должен, да. Он же сам себя чувствует, хотя некоторые пациенты, они даже объяснить не могут, какая у них боль и где, да. Да. Вот. Попробуй, вытяни еще из него, да, тоже, что врач должен сделать. Вот. Чаще всего врачи не различают информированность и знание, и раздражение вызывает вообще все. Вот отсюда вот это идет реакция. Ведь сейчас и в России то же самое, вот как вот рассказывают. Много знаешь, иди отсюда. Лечи сам. Ну, это, вы поймите, грубость от знаний, как бы, ну, никто, никто вот это не разделяет. Есть грубые врачи. Есть. Есть жлобы, которые сидят. Это все есть, это все существует. Но это не значит о том, что его знания, допустим, ограничены чем-то. Здесь может возникнуть другая крайность, которая… Нет, у него как раз-таки знания ограничены. Которая вот, вот крайность, к которой могут прийти люди в ближайшее время. Это, знаете, как в юмореске была такая зарисовка, он говорит, доктор, я себе диагноз в интернете поставил, хочу услышать ваше альтернативное мнение. И здесь, на самом деле, может возникнуть опасность. И на самом деле существуют скрытые формы заболеваний, которые не стоит запускать. У меня был случай, когда я вынужден был человека реально отправить исследование на онкологию. Вынужден был отправить, потому что все подозрения у меня были именно онкологией. И, к сожалению, это оправдалось, но к радости то, что это мы сделали намного раньше, чем это даже надо было. Это все только начиналось, и спокойно прошла операция. Хотя человека поставили на учет, но у человека уже полгода, уже все нормальные анализы, все нормально. Просто произошло вовремя, случайно. Случайно обратился человек, случайно с такими-то рядом симптомов, рядом обследований. И это все случайно. Но вы поймите, что можно так обратиться в кабинет, вам скажут, что знаете, сдайте мочу и придите ко мне через год. Врач должен быть заинтересован. Его задача ввести пациента от начала отхода заболевания, ввести его весь ход заболевания, сколько там длится это заболевание, и заканчивать вот это наблюдение по факту выздоровления. Вот это сделанная работа врача. Но вот можете себе представить, когда адвокат, вот вы говорили, да? Когда адвокат говорит, ну вы знаете, я вам могу только составить вам только завещание. Вот это я вам помогу сделать, но ввести весь ход по поводу правонарушения, по поводу защиты. И до того, когда он выходит и пожимает тебе руку, он говорит, ты знаешь, этот результат я и хотел добиться, этого результата хотел добиться. Или когда из тюрьмы выходит. Ну неважно, есть результат, когда я увидел тот результат. Вот пациент должен увидеть врачебный результат. Извините, пилюля – это не врачебный результат. Лекарство – это не врачебный результат. Вот весь этот ход заболевания – это есть врачебный результат. Если я назначил препарат, это фармацептия. Тогда, когда я дал фтизиатору или кому-то, сказал, вот у меня есть рецепт, дайте мне, пожалуйста, вот эту пилюлю. От этой пилюли мне завтра будет хорошо. Он выпивает и все. Я об этом пациенте вообще ничего не знаю. Как ему, что ему, я даже имени не знаю. Мне в принципе все равно. Вот этих врачей избегайте. Врач должен вести пациента от начала до конца. Вот вы говорите, я умею другой опыт. У меня есть кардиолог, который меня определенным образом ввел в свое время. И он мне вызванивает очень часто. Он меня вызванивает и рассказывает по поводу того, как ты себя… А ты не хочешь ли приехать? А ты… Он иногда делает не через себя, потому что его английский намного сложнее. Звонит его помощница, он говорит, ваш там доктор приглашает на обследование, он интересуется, как вы себя… Ну, это профессионал. Это нормальные отношения. Нормальные отношения. Пускай у него возможно, что где-то в каких-то клиниках я найду даже, может быть, другие способы исследования, более доскональные. Но он относится к своей работе правильно. Это не в смысле какая-то сверхъестественная. Нет. Он просто правильный. Есть правильное отношение к работе, есть неправильное. Вот и все просто. Да, действительно. А вот смотрите, у меня такой вот есть вопрос. Как вы относитесь к тому, что врач должен рассказывать пациенту обо всем, что вот с ним должно происходить? Вот, допустим, пациент ожидает какая-то процедура, манипуляция, уж не дай бог операция какая-то более-менее серьезная, да? Вот насколько врач должен ему объяснить… Ход операции? И вообще все, что с ним будет происходить? Обязательно полностью должен объяснить. Полностью должен. От начала до конца. Вот я что хочу сказать… Даже выход наркоза должен объяснить. Что здесь-то этого ведь никто не делает? Ну, я не знаю. Ну, вот с чем я, допустим, сталкивалась, то столкнулась с тем, что никто этого не делает. Я боюсь всегда говорить фразу «никто». Может быть, просто не попадались такие люди? Может быть, не попадались. Вы знаете, это никому не пожелаешь, чтобы кому-то пришлось обойти вообще всех врачей. Это никто из тех людей, которые вам попадались. А которые мне попадались? Не повезло. Да, не повезло. Дорогие друзья, мы должны перебираться на рекламную паузу. Увидимся после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Генеральный спонсор программы – компания Leverage Investments, лидер рынка недвижимости Северного Кипра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова